8 глава, 34 стих. Кто осуждает? Христос и Иисус умер, но и воскрес. Он одеснует Бога, он и ходатайствует за нас. Для верующих здесь, в этих словах, никакой тайны нет. Но когда начинаешь молиться, открой Господи, что же в этих словах еще скрыто? Почему он постолпает в такой тревожный момент, римлянам напоминает, но и. Я на три эти буквы, но и, решил посмотреть во всем Священном Писании. Что они означают? Кажется, такие они незначительные. Это означает, но все же, и однако, это замена стоп этих, можно понять. Ну, примерно сказать, ну вот вы отдалились от народа, далеко живете тут, что там в деревне, тут пять дворов. Но и тишина же у нас. Мы можем сказать. Но, вопреки тому, что есть, то, что люди видят отрицательным, мы найдем положительно, но и. Я за весь год ни одной минуты телевизор не смотрел. А если фильмы нужны, какие, посмотрел, и все. Нет его, и он не нужен. А ты много теряешь. Но и ничего я не потерял. Беседая с людьми, с профессорами, с академиками, я ни разу не почувствовал ущербности своей. А наоборот, они жалуются. Что показывают? Какую мерзость это все хлебают дети. Научитесь видеть в отрицательном положительное. Самое отрицательное в новой религии, которая вышла на арену мира в христианстве, была смерть ее основателя. Будда не убит, Магомед не убит, а Христос убит. И поэтому христианам говорили, как вы призываете верить в того, который сам себя не защитил. Марс, Венера, Юпитер, эти все божества, ложные божества. Но у них своя биография. Они бились, сражались, помогали. Христос не сражался. И помочь он не может никому. Это на каждом допросе говорили. Почему? Этот плотник сам себе помочь не мог. Его прибили в дерево, подвергли позорной римской казни. А там мучительная, длительная смерть. Долго наступала. А апостол Павел говорит, Христос Иисус умер, но и воскрес. Не все про это знают. А дальше говорит совершенно о десную Бога. Этого никто не видит. Это посягается только верой. Кто о десную был? Бога. Евреи говорят, христиане верят тому, который находится в аду и мучается. Так христиане так говорят. Сегодня говорят. Так они учат своих детишек. Чтобы имя Иисуса даже не произносить, насколько оно для них скверное. А апостол Павел говорит, он с правой стороны отца, то есть он Бог, равный отцу. И он ходатайствует за нас. И эта тайна открыта нам, почему мы находимся сегодня не в мечети мусульманской, не в синагоге еврейской, не в кумирно-языческой, а в христианском православном храме. Нам говорят, а у вас, православные, что за вера такая? Иконы. Это же самые настоящие идолы. И начинают показывать на что-то. Правильно. Да у вас попыток в Библию в руки не берут. Правильно. А что бы они ни сказали, я соглашаюсь. Правильно. А упрекают нас сектанты, еретики. Да у вас не на русском языке, а не понятно. Все правильно. Но я отвечаю в конце, но это не смертельно. Я язык могу изучить дома, в славянске. У меня переводы есть в богослужении. Но у нас есть рукоположение, и мы церковь, а у вас его нет, и вы никто. При всем вашем подражании, похожести, это фальшивые деньги. Да, бывают рубль измятые, грязные, запачканные, но рубль настоящий. Его примут, тогда обменяют в казне. Но если поддельник где-то карается законом, человека посадят, а у тебя деньги эти просто конфискуют. И фальшивые деньги гуляют везде по всему миру, так и фальшивая религия. Вот где и на что мы можем говорить «но и». Знаете, очень редкое слово такое. Первое параллельпоминон 17.17. «Но и этого еще мало показалось в очах твоих, Боже. Ты возвещаешь о доме раба твоего вдаль, взираешь на меня, как на человека великого, Господи Боже. То все, что ты мне дал, но и этого еще тебе, Господи, показалось мало. Люди-то в этом ничего не видели. А Давид увидел, он сказал, что будет в будущем, что от него потомки будут царствовать. Люди-то этого не знают. Нам что бы ни сказали, мы в конце скажем. Но мы знаем путь спасения. Мы знаем, что за нас умер Христос. Но и великую же награду Бог приготовил тем, которые смиряют себя, которые трудятся ради Господа. На все, что тебе скажут нечестивцы, упрекать тебя будут. Ты выслушай, со многим можно согласиться, это действительно так. Дороги у нас плохие. Дождь прошел, все стало. Но и благо же в этом. Нам, кто попал, не заедет сюда. И нас Господь спасает. Дворы открыты, без замков. Я хожу и упрекаю, хоть палочку около дверей ставьте. Ну нельзя же так жить, все открыто. Сегодня Кадим зашел, никого нет. Покрещал по комнатам, прошел. Шаром покатил, никого нет с улицы. А вещи стоят, видно, ценные. Но и хорошо же мы устроились здесь. Вот это но и вплотную к нам. Почему? Но и ограждены же мы молитвой. Первое, Езре 9.9. Мы рабы. То есть Господь предал их, завоевали, увели в плен. Но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш. И склонил Он к нам милость старей персидских, чтобы они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога. Вот это относится и к нам. Какую милость мы получили? Статус деревни получили. Это очень и очень непросто. В то время, когда все везде рушилось, тогда только было 360 разрушенных на Алтае деревень, уничтоженных полностью. И в это время мы вылезли с вопросом, образовать общину. Вот это немыслимо. Но и Бог расположил милость, и губернатор от нас. И вот так получилось же. За каждый день научитесь славить Бога. И в том, что у нас есть во всем увидеть милость великого Создателя. Его безмерную любовь к нам. За каждый день и час. Посмотри на все вокруг. Ты ходишь по неотранной земле. Нет какого дыма, незаботок, ничего нет. Псалмопевис, 70-й Псалом 20-й Си, говорит так. Ты посылал на меня многие лютые беды. Но я опять оживлял меня. Из бездна земли опять уводил меня. Да, правда, тяжело. Были болезни. Лежали в больнице. Но и опять вдруг Бог давал нам здоровье. И опять мы пришли в храм Божьей славить Бога. Когда Давид терпел великие испытания, он молился о царстве своем. Молился о детях. А потом говорит. Эта молитва не главная. Но одного я просил у Господа, чтобы пребывать в Доме Господнем во все дни жизни моей. Когда вот это вот где-то у нас будет, то тогда мы это оценим. Что нам за счастье Бог дал? Свободно, чисто, священник с нами. Мы получили же на неделе прекрасное письмо, хорошее, от нашего первого иерарха Илариона. Из нее. Он с расположением, говорит, получил прошение. И приложу все силы, чтобы вас оставить вне патриархии, а на тех основаниях, как мы были сегодня. Это ответ на молитву. Но спросим, а кто-нибудь еще такое получил? Да никто и вопросов такого не ставил. Все или ушли куда-то в другую юрисдикцию, или влезли в московскую патриархию. Мы открыто все сказали, что это невозможно. Они нас разрушат. Нам слишком хорошо было, вольботно. И Бог дал им на первого иерарха того, которого я знаю. У меня фотография с ним, батюшка был в Австралии у него. Просто чудо Божье. Бог в немощи, в нищете нашей располагает людей, но их. Иеремия 5.5 Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего. Он так думал, ты бедняки, невежественные, неграмотные. Но и они все сокрушили ее в горность торгиоза. Но и. Вот в отрицательном смысле. Тяжелое переживание было для Иеремии. Кто-то говорил, ну что вы хотите, бабки уходят, свежки зажигают. А тут есть же грамотные люди. Я встречался с грамотными. С людьми, которые имеют звание. С епископами. И скажут, но и они не знают. Я углубился в литературу, в жития святых. И там уже 4 века почти никто прямо евангельским путем не шел. Но и. Это печаль Иеремии. Пророка Иеремии, которого я считаю одним из самых близких мне по духу. Она пронзила мое сердце. И где бы ни встретился. И всегда есть надежда. Думаешь, Господи, но эти профессора преподают в семинарии, в академии православной. Потому что они-то знают. Начинаешь говорить, читать их труды. Но и они не знают. У них все вокруг мощи, крестные ходы, вот эти праздники, иконы. Когда прямое указание дается, исполнитесь Духом Святым. Исполнитесь. И назначение Духа Святого одно, чтобы шли и благовествовали, несли эту весть. Как радостно знать Бога. Понимаете? Получить удовлетворение за проделанную работу внутри себя. Это уже награда. Не надо ждать, кто-то наградит. У меня у них здесь самого хулиганистого морщинка вчера. И уже вечером. Никогда мне никто не звонит. Друг звонит. Бабушка его воспитывает. Ваше наказание, ты говоришь, это ничто, как я его наказываю. Он приехал домой, я в нем увидел, говорит, такие изменения. Я вам земно кланяюсь. Я всем рассказал, где ваши книги продают. Подруга спрашивает сразу, послать как ребенка. Я получаю эту награду в удовлетворении. И скажу, да, маленькие-маленькие изменения только наступили. А ребенок испорчен окончательно. Из него скверное слово идет. И девиоция. Запущенный абсолютно участок. Но можно работать, потому что он активный. Златоузбер, если растет там крапива, а потом распахать, там будет расти. Но если не распаханный, ничего не растет, а ты распашешь, ничего не будет. То есть в этом надежда. И эта благодарность для меня награда. Но и велика же радостность сердца. С постели поднялась, чтобы встать на молитву и поблагодарить Бога. Пророк Аввакум 3.17.18. Хотя бы не расцвела смоковница. И не было плода на виноградных лозах. Хотя бы не стала веса в загоне рогатого скота в стойлах. То есть все Бог подмел, выжег, пропало. Но и тогда я буду радовать себя, Господи, веселить себя, Боги, спасение моего. Представь, погибли дети. Тяжело, страшно. Видеть детей, одновременно всех убитыми, лежащих. Семь сыновей и три дочери. Но и тогда устоевание произнесли. Утешение одно, Господь, Бог со мною. И что бы ни случилось, а Христос со мной. Он сказал, не покину, не оставлю. У тебя всегда найдутся люди, которые не любят тебя. И будут даже такие, которые желают сделать тебе пакости. И ты поймешь, что тебе их не преодолеть. Будут издеваться над твоими дочерями, над сыновьями. Ты сегодня уже утешишься, Господи. Ты мог их не дать, они родились, они живут. Да будет воля твоя. Но и тогда я не возрабщу, Бог попустил. А ребенок погиб. А ты скажи, но зато он уже не попадет в ту беду, которая грядет на селенную. Когда печать будут ставить. А сын-то у тебя, видишь, какое плоскостопие, да уродливый какой. Благодарение Богу, он в армию не пойдет. Его дедовщина там не будет донимать. Его не убьют там. На дочь, что у тебя не красавица. А вот она у них красота. Год не прожила, уже ее спасеничили, убили, в кустах нашли. А она живет при тебе. И она кормилица будет твоя. У нее добрый характер. Ты во всем найди, но и. Видите, все даже погибнет, но и тогда со мною Господь. Матфея 15, 27. Они сказали так, Господи. Она сказала. Но и псы, иди от крохи, которые падают со стола. Мы должны найти кого-то, кому еще труднее. Увидим, как будто бы Господь остановил свои милости. Мы как бы в зависшем состоянии. Но скажем, Господи, но и они получают. Эти люди не знающие ничего. Вот то ли дело на юге. Бананы растут, хлебное дерево, булки на деревьях растут. А тут 8 месяцев работают для того, чтобы зиму прокормить. Вот что сейчас делать не только для зимы. А ты найди в этом хорошее. И скажи, воины здесь не проходят. Сюда захватчики не приходят. Даже змей нету, скорпионов нету. Удивительно как. А там разные ковры, тигры. У нас тигров никаких нету. Но и хорошо же нам здесь быть. Дети ходят, их тигры не воруют, львы не утаскивают. Лука 21,18. Но и волос с головой вашей не пропадет. Господь говорит, голову снимут, а волос не пропадет. Как так? Да так, что будет воскресение из мертвых, и все будет опять на месте. Это нас утешает. Какие бы потери не были, перекрестись и скажи. Мой Иисус сказал, но и волос не пропадет. Да, все украли, все пропало. Да допустил Бог ворог. Но и волос не пропадет. Но и. А если ты скажешь, благодарю тебе, Господи, что ты дал претерпеть невинно, клевету. Я старался делать добро, а они все извратили. Моя велика награда. А то он говорит, я проповедую день и ночь. А вы не слушайте, не обращайтесь. Награда моя выше, если бы вы обратились. Потому что счастье, радость я бы получил на земле, а так целиком награда будет на небе. Золотовый слой и очень хорошо понимал. 1 Петра 2,18. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь, господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Суровым-то трудно повиноваться. Однажды у меня была мать с детьми, я поинтересовался другого города, другой области. А почему вы решили сюда? А я прочитал обо всем строгая дисциплина. Я говорю, что у нас в тете, это отца она зовет, очень строго нас держала. А я запомнила, какие мы выросли все трудолюбивые. И строгость, это очень хорошо. Одно такое слово ее уже привлекло. А иные начинают, да вот у вас рано встают, да то... Но это помогает детям начать самостоятельно решать многие вопросы уже здесь. Они не будут такими изнеженными. Второе, Коринфянам 8.21. Ибо мы стараемся о добром не только перед господом, но и перед людьми. То есть не подавать соблазну. Смотрите, какое время дети ложатся. Да я смотрю за ними. Вечер, вот у нас в 9, а в 2, допустим, в 10, чтобы в сумерках дети ваши по деревне не ходили. В этом опасно. Но они самостоятельные, они на дне озера будут лежать самостоятельно. Но и большая опасность, когда дети одни. У нас в лагере нет женщин. И у меня девочки не купаются. Вдруг приехали родители, я с ними отправил вчера и скупались. Нет, не с кем. В бане не с кем пойти, ни одной женщины нет. Я их проконсультировал, зашел, все сделал, закрыл. А я дальше слушаю, как у вас дело там идет. Но и в этом тоже хорошо. Потому что они приучаются к самостоятельности. Плохо. Ну и хорошо. Почему? Господь с вами утешение дает нам. 2 Коринфянам 9, 12. Ибо дело служения сегодня не только восполняет скудость святых, то есть умеет давать милостыню, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Конечно, хорошо, когда помогли люди, напитались, наелись. А апостол Павел увидел в этом не главное. Главное, что те, которых мы накормили, кому помогли, подвезли, а они Бога благодарят. Значит, человек просил, окажи мне, Господи, милость ты. И внезапно, именно в этот момент, человек появляется на арене. Я даже не думал вчера отправлять. Как? И вдруг появляется человек из Новосибирской области. Не раньше, не позже. Только позвонили, с бухгалином состыковалось. Как? От Господа. И уже возблагодарили вместе с ним. Ефесянам 5.11. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обречайте. Но и высшая ступень. А я не курю. А ты обречи его. Скажи, ты 12 лет жизни отнимаешь, отравляешь воздух, даешь дурной пример. Да я немного выпью пива, что? Дурной пример заразителен. Тело разбухает. Это не надо. По всем признакам не надо. Но и хорошего в этом мало. Сейчас пишут. Германия первое место держала по пиву. Вдруг начала отходить, первое место Россия перехватила. Хватила ее только на это. Больше как будто бы ничего. По пиву все. А там написано, разгорячайтесь реклама. Разгорячайтесь. И знаешь, что по разгорячайтесь? Это касается блуда. А в вине есть блуд, в алкоголе блуд. Апостол Павел пишет в крестьянам. Но и. Поэтому я хочу, мне нравится, но и ради моего Господа я в рот не возьму, дабы не подать соблазну. Это самый главный стимул. Все, что вредно, это человек забывает, не помнит. Я это не буду брать в рот, только потому, что мой Господь запрещает мне быть соблазном. Филиппийцам 1.29. Нам вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Что вам дано ради Христа? Мы можем сказать, милость, защита, но никто не может сказать, что скажет верующая. Я уверен, и мне Бог дал право страдать за Него, но и. Все, что у меня есть, талант, разум, друзья, имение, это от Бога. Но величайший дар Божий, который не будет никогда отнят, и который не каждому дается, это пострадать за Христа. Это быть в тюрьме, в лагере, быть мученным. Мысленно хотя бы скажем, Господи, если будут гонения, ты меня сегодня начни укреплять, чтобы устоять. И старого, и малого потащат всех, как было в распулачивании. Не смотрели, слепая бабка, говорит, 86 лет. И ее посадили на сурдук, и она упала с телеги. Атанаша близкая рассказывает, как их распулачивали. 1 Фессонетисом 1,8. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Чем вы известны здесь? То, что у вас есть благовестие. Готовишься ехать в повторник, молочники, проверяешь машину, это молодец. Спрашиваешь, какая погода, как проехать. Это надо. Но поставьте на первое место другое, я еду, с кем я встречусь. Так, тех людей я уже знаю. Так, я подаю молоко, они рассчитываются. А что я могу сказать? А сказать, а вот апостол Павел говорит, и Петр говорит, что вас нужно питать молоком, а не твердой пищей. Молоко духовное это слово Божие. То есть заранее приготовьтесь. Но то, что вы ездите, это далеко, это трудно, я понимаю это все. Но самое главное, не забывайте, чтобы с вами был груз ответственности, с кем вы встречаетесь. Но и любит же вас Господь. И открыл перед вами поприще. Ты бы ни с кем не встретился, а так у тебя свои люди есть отдельные. Кому-то ты продаешь, встречаешься. И с ними начинаете вести работу. Ты не знаешь, что будет завтра. Как я нынешне встретился с ректором, и я его первый раз вижу. Он бывший губернатор Аттайского края. Я что-то слышал, я уже догадываюсь, от кого слышал, думаю, от епископа. А я появился с книгами, и за меня, когда Аттайский зашел один академик, профессор. И сразу разговор пошел именно о Божественном. Бог так делает. И поэтому в нашей немощи дата образится Христос. Чтобы это «но и» мы увидели в самом незначительном, что кажется нам сегодня отрицательным. Аминь. Аминь.